Валерий Соловьев Валерий Соловьев Меня зовут Александр Бобылев И мы начинаем Потому что вопросов накопилось Опять много Валерий, ну хочу вам доложить Что наша с вами программа пользуется Очень хорошей репутацией У наших зрителей Даже вот один наш зритель написал отзыв Что хороший бритиш стайл Сравнил нас с доктором Ватсоном У Шерлоком Холмсом Видимо в исполнении Такого комплимента я еще не слышал Да, ну приятно Приятно Такое отношение зрителей Так вот в этот момент я думаю Рисковать ли нам репутации Нашей программы И цитировать ли Секретаря Единой России Турчака Который сказал некую фразу Но впрочем она была в первых строках Всех новостных порталов Ну тогда конечно можно Кавычки открыть Мы всех жахнули Кавычки закрыть Это вот что Валерий Плохое воспитание Оговорка по Фрейду Или чуть не сказал Эротическая Или политическая такая фантазия Что это? Это во-первых выражение его натуры Личностного начала Вы же помните Что Турчак Будучи губернатором Псковской области Был обвиняем И видимо не безосновательно В покушении на журналиста Кашина Когда того избили Италийчка арматуры Это первое Второе Я думаю что это был Искренний крик радости Поскольку Единая Россия С точки зрения власти Добилась успеха Я не говорю о том Какой ценой за этот успех Было заплачено И не окажется ли Это победа первой Но явно у них были ожидания Хуже чем результат Который они получили Я не имею ввиду Москву Не имею ввиду Москву А все остальные провинции То есть это был такой Выдох облегчения Выдох облегчения Что все обошлось Фу-ть-фу-ть-фу Гораздо лучше Чем мы предполагали Ну вот по статистике Друзья Я вам некоторые факты И цифры назову Но в меру того Как я их запомнил Значит у нас с вами 8 сентября Проходили всякие Разнообразные выборы Выбирались главы регионов Выбирались депутаты городских И законодательных собраний регионов Были муниципальные выборы Выбирались в Государственную думу Что касается регионов Выборы были в 19 регионах В трех из них было непрямое голосование В 16 регионах Губернаторские фу-ть-фу Да, губернаторские Соответственно все Губернаторы сохранили Свои кресла В первом же туре выиграли Но очень интересное соображение По этому поводу Дала Екатерина Шульман Она обратила внимание Что кроме трех губернаторов Все были новенькие То есть все занимали Свои кресла Не больше 11 месяцев То есть видимо Администрация президента Завлекла урок Из прошлогоднего поражения В четырех регионах На прошлых выборов И заранее непроходных людей Заменила на новеньких Ну тем самым Александр, да Это так и было Но обратите внимание Что непроходных Ну или рискованных Оказалось аж 13 Гораздо больше Чем тех Кто гарантированно проходил И мне кажется Это очень ярко указывает На популярность Как самих губернаторов В целом Не только вот этих 13 Которых заменили новичками Так и власти Вообще Ну вот А еще для гарантии Кстати снесли всех кандидатов Которые могли представлять Хоть какую-нибудь Конкуренцию Ну очень наглядный пример Это Астраханская область Где Не допустили к выборам Очень сильного позиционера Олега Шейна У него были прекрасные шансы Выйти во второй тур И история с Бортко В Петербурге Ну коммунисты говорили Что у них сняли Как минимум На пресс-конференции Вот после Единого дня голосования Говорили о том Что у них Как минимум Украли 5 губернаторов Сняв 5 сильных кандидатов Да Я знаю Что у них сняли Пятерых кандидатов Это конечно не гарантировало Что эти пятеро Бы стали губернаторами Но у меня такое ощущение Сложилось по выборам Что В следующем году Даже если выставить Против кандидатов Губернаторов Я имею Провластных манекен У манекенов Будет шанс Взять вверх Такие мне кажется Тенденции Сейчас в нашем Общественном сознании Ну вот Что характерно Из 16 губернаторов 6 шли как самовыдвиженцы В прошлом году Самовыдвиженцев Было только 2 человека Вот И коммерсант 9 числа Дал данные о том Что все таки По сравнению С прошлыми выборами Поддержка губернаторов От власти уменьшилась Да В целом В абсолютных цифрах За них проголосовало Гораздо меньше Чем в прошлом году Может быть не гораздо Но заметно меньше Такая же картина Друзья Была на выборах ЗАГС собрания В 13 Субъектов федерации Прошли такие выборы И в 11 из них Единая Россия На 16 процентов Снизила свое представительство Правда Оставив за собой Большинство Ну то есть Там вся та же самая Картина Кандидаты от власти Шли как самовыдвиженцы Или как одномандатники Ну 16 процентов Это температура Средняя по больнице А в двух регионах Поражение Единой России Было таким В Хабаровском край Тотальным А в Москве Заметным Заметным Ощутимым Именно в Москве На выборах Московскую думу Городскую Заслуга Един Заслуга Так называемого Умного голосования В том числе Это безусловно И заслуга Умного голосования В том числе В чем Было важное Ороже Умного голосования Давайте мы с вами Ситуацию Александр представим Скажем Я был на выборах Я не знаю были ли вы Я деликатно Не задам этот вопрос Мы с вами Идем на выборы Значит в бюллетене Четыре фамилии Это максимум Максимор Если это выбор Мосгордум Максимум Максимор Кандидат от Единой России Для нас Заведомо Исключен Категорический Императив За кого угодно Только Не за Единой Россию Значит у нас Остается Два или Три кандидата Мы с вами Смотрим Да кстати Мы знали Что кандидат От Единой России Даже если было написано Что самого движения Список был Мы смотрим Этот от КПРФ Этот неизвестно От кого Этот от Яблока Этот ЛДПР Мы знаем Что КПРФ Может и Невзраченная партия Но она все-таки Оппозиционная То есть Путем Простейшего Логического Перебора Мы с вами Приходили к тому Что выбор У нас Минимален Но есть Группа людей Для которых Даже этот выбор Является Невыносимым Вот они пришли Они впервые Возможно пришли Или давно Не ходили И тут им На помощь Приходит подсказка Они смотрят Ага Навальный Нам рекомендовал Вот проголосовать За такого За такого А учитывая Что явка В Москве Была низкой И Каждый голос Действительно Был На весу Кое-чего Он стоил То даже Небольшая Прибавка Голосов За того Или Ного Кандидата Могла Сыграть И сыграла Важную И решающую Роль Причем Были же Истории Одна История Откровенно Комедийная Когда Проголосовали За кандидата Александра Соловьева Его предлагало Умное голосование Он Причем Он не вел Компании Вообще Он выиграл Выборы И первое Что он сделал Когда его Нашли Его еще найти Не могли Он сказал А я Против Навальной Вообще Правильно Полиция Дела Что этих Уродов Разгоняла В июле Августе Еще один Эпизод Когда умное Голосование Не дало Победить Очень сильному Кандидату В 30 округе Я его Немножко знаю Немного Наблюдал За его Компанией Роману Потому что Умное голосование Почему-то Вопреки Социологии Вопреки Предостережениям Экспертов Вопреки Здравому Смыслу Сказал Что надо Голосовать За Жуковского А Разница Между Юниманом И Русецкой От Единой России Составила Там всего Несколько Десятков Голосов Причем Эту прибавку То есть Победу Русецкой Держал За счет Электронного Голосования Потому что В голосовании Традиционном Она проигрывала Я Кстати Говорил Юниману В начале Компании Еще до регистрации Что вы Имейте ввиду Что электронное Голосование Специально Вводится Для того Чтобы Фальсифицировать Выборы И что там Где будет Электронное Голосование У оппозиции Не будет Никаких шансов И если Мы сейчас Посмотрим На то Что может Произойти Дальше Вот сейчас Власть посмотрит Электронное Голосование Прекрасная штука Прекрасная Все точки зрения Давайте-ка Мы начнем Его распространять И мы будем Вас всех Уверять Сейчас Что это Абсолютно Надежный Гарантированный Способ И как здорово Что вам Из дома Выходить Никуда не надо И зачем И зачем И зачем Вам вообще Выходить А вы Просто Заходите На сайте И голосуйте Не ходите Девки В Африку Гулять Умное Голосование Это Хороший Технический Прием Оно Принесло Эффект Но в ряде Случаев эти Эффекты Оказались Отрицательными Или Забавными Но в целом Если Как Знаете Как бухгалтеру Подводить Девять Сводить Как дебет С кредитом Да То сальдо Положительное Безусловно Сальдо В пользу Умного Голосования По крайней мере В Москве Оно точно Сработало Не знаю Как в остальных Частях России Не уверен Что там Эффект Был заметен Ну кстати Есть В Питере Был заметен На муниципальных Выборах Кстати К стыду своему Перестал следить Там подвели Их итоги Нет Все еще Подводят Все еще Идет вязкая Позиционная Борьба За подведение Итогов Но уже Они подошли К концу Кстати Была такая Интересная Деталь Алексей Навальный В эфире С его канала Навальный Лиф Сказал о том Что они Со штабными Когда подводили Итоги Голосования В Москве Они увидели Что им Не хватило 50 тысяч Голосов До того Чтобы Ни один Кандидат Из Единой России Не прошел Вообще То есть Тех Часная Водушевляющая Реплика Но если бы Пришло еще 50 тысяч Людей На участки То есть Оппозиция Мобилизовала Просто бы Выросли Объемы Масштаба Фальсификации Всего на все Конечно Но правда В Москве Поскольку Большое количество Наблюдателей То здесь Все таки Опасаются Фальсифицировать Так как Фальсифицировать В провинции Там В некоторых Регионах В частности В регионах С так называемым Управляемым Голосованием Масштаба Для фальсификации Практически Безбрежно Но мы об этом Еще поговорим А вот Что касается Умного голосования Ведь Алексей Навальный Я Не утверждаю Но предполагаю Практически Вот в первом Приближении Реализовал Вашу идею О широкой Гражданской Коалиции Он Практически Вынудил Самые Разноплановые Политические силы К коалиции Впряг там Упрежку Вала Трепетную Лань Вот И из них Из системной Оппозиции Никто особо Не возражал Да Против умного Голосования Нет Конечно Были возражения Была дискуссия Многие уверяли Допустим Ходорковский Своя память Не изменяет Что по Моральным Соображениям Нельзя Голосовать За кандидатов Коммунистов Ну Или по крайней мере Не за всех Коммунистов Но Сам факт Дискуссии По поводу Умного голосования Он очень важен Поскольку Сейчас идет Политизация Общества И люди Таким образом Вовлекаются В политику Они начинают Осмысливать ситуацию В политических категориях Потому что Политические дискуссии Это вообще Очень важно Это полезно Для тех Кто Впервые Приходит в политику И в целом Все-таки Этот прием Доказавший Свою эффективность В Москве Я думаю Что он Получит Сейчас распространение Он Панацеей не станет Сразу скажу Он не станет Панацеей Чудо-оружием Вундервафе Как ракета Буревестник Он не станет Ну По крайней мере Такое впечатление Складывается Что это может быть Вундервафе А вот Перед следующими Выборами К Алексею Анатольевичу Не выстроится Очередь Страждущих Перетереть Вопросы Своих кандидатов На умное голосование Алексея Навального Власть ответит Умным электронным Голосованием И Не очень умными Но зато Массированными Фальсификациями И третье О чем она Вполне может Задуматься В следующем году А стоит ли Вообще Проводить Региональные выборы Или может быть Их проводить иначе Помните Александр Как это было При советах Там ведь Когда выбирали Не собственно А Избиратели А была такая форма Когда некие Уполномоченные А помните Вот как выборы были У нас есть Народных депутатов В СССР Первый Вот знаменитый Восемьдесят девятого Года Имею ввиду Который положил Начало Не настолько Вы были юны Вы были в здравом Имеет твердой памяти Студентам Наверное Были Относительно А там ведь Выдвигали Кандидатов Выборщики То есть Можно же Перейти к такой Системе Избирательной Почему бы и нет Если риски Окажутся Слишком велики Власть наша Изобретательна Очень изобретательна Ну Я думаю Что Ну по крайней мере Из поражения На прошлых выборах Очевидно Она извлекла совершенно Очевидные уроки И Она в общем удовлетворена Оказалась А вот что касается Обыска ФБК Это что называется В кавычках Оценили по достоинству Согласен Это расплата Но это расплата Не столько За умное голосование Не столько Хотя в том числе И за него Сколько за Сам факт Существования оппозиции И за Июльские Августовские протесты Потому что Принципиальное решение Наказать оппозицию Навальный И его Организация не считается Инфраструктурой Оппозиции Ключевой Было принято Еще в августе Решили Спокойно Довести выборы Потому что Казалось Что Если начать Громить Манифестации Мирные То это вызывает Как раз Мобилизацию Протестную Этому лучше Довести до конца А потом сразу За них взяться Причем Посмотрите Что делают Это С точки зрения Власти Очень эффективный Способ Борьбы с оппозицией Оппозиционными настроениями Она лишает Организованную Позицию Ресурсов То есть Она Всю технику Увозит Всю технику И Обсмотрите Арестовывается Ищет То есть Она лишает Вас возможности Нормально Существовать В этом Обществе И второй Способ Она запугивает Потенциально Группы Поддержки Оппозицию Это Аресты Это Смотрите Немотивированные Совершенно Задержания И потом Какие-то Чудовищные Баснословные Обвинения Быстрый Очень Суд Скорый И совершенно Неправедный Фальшивый Насквозь И Три Четыре Четыре с половиной Года Вот это Два способа Два инструмента Которыми Власть Борется С оппозицией Сейчас даже Ходит Такой По счастью К расстрелам Пока еще Не перешла Сейчас даже Ходит Такой анекдот Дали пять лет За что Да ни за что Да нет Ни за что Четыре дают Приблизительно Два за лайк Да Да Три за перепост Алексей Навальный Сейчас в штатах Не знаете С чем связан Его отъезд Мне кажется Есть вполне очевидное Объяснение Он самого Привел в инстаграме Дочка уезжает Учиться в стэнфорд Они женой Отвезли Ну и плюс Я думаю Что естественно Сделать небольшую Именно небольшую Паузу После Интенсивной борьбы Во время Избирательной кампании Продвижения Идеемного голосования У меня нет сомнений Что он вернется Оттуда Я вообще не понимаю Сэрбор Который из-за этого Начался Ну Я напомню Что даже такой Пламенный Революционер Эталонный Как Владимир Ильич Ленин Он был не прочь Провести время В Женеве В Вене Пропустить пару Кружечек пива Сыграть с товарищами В шахматы Кстати Есть такой Удивительный апокриф И даже акварелька Это начало 20-го века Где в одной из венских кофеен В шахматы Изображены играющие Ленин и Гитлер Ты же тоже в это время Жил в Вене Ну это по-моему Уже незадолго До Это не совсем Начало 20-го века По-моему Второе десятилетие Я не помню Сейчас хронологию Ленинского Пребывания в Вене Ну это апокриф Ну согласитесь Придумано неплохо Нет Ну версия побега Навального штата Она как-то с самого начала Мне показалось Подозрительный Даже патриотический Оппозиция Все признают Что он умеет держать удар Он очень рабочий Он отважный человек Его можно обвинять Чем угодно Но он отважный человек Это заметно Другой отважный человек Игорь Иванович Стрелков В эфире Рой ТВ Сказал Следующее Я процитирую Записал себе Специально Пометил Я полагаю Сказал Стрелков Что нет никакого Результата В единой России То есть то Что они получили Это сделано В итоге Тотальные фальсификации Если раньше Фальсификация Была проценты Десятки процентов То сейчас Она сто процентов Начиная с недопуска Кандидатов Валерий Скажите пожалуйста А вот Как вы оцените Суммарные искажения Воли Изъявления Граждан С учетом Всех этих технологий Каруселей Спойлеров Вбросов Затрат На голоса Поддержки Александр Я не верю В стопроцентную Фальсификацию Есть в конце концов Здоровый смысл Есть социология Социология Показывает Что устойчивая Поддержка Единой России Она пусть и снижается Тем не менее В целом В общенациональном Разрезе Она составляет До 30% До 30% Лоялистское ядро Причем Вот в этом Лоялистском ядре Еще есть Сверхлоялистское ядро Которое будет Голосовать За любую власть Вот 20% Или 15% За наш дом Россия Помните Черномырдин За любую власть Будет партия Каннибалов Во главе России 15-20% Или партия Эвтаназия Будет за нее Все равно Голосовать Ну значит Есть Лоялистское ядро Это первое Второе Есть Губернаторы Пусть Ну назначенные Которые смогли Приобрести Некоторую популярность Они смогли Приобрести То есть За счет этого Идет поддержка Что касается Размеров Фальсификации Существует Такое устойчивое Экспертное Суждение Это консенсусное Мнение Что На выборах Можно сфальсифицировать Ну в среднем Считается 10-15% Голосов От предшедших Ну я думаю Что мы уже Вышли На потолок Или приблизились К этому пределу Может быть даже Вы в каком-то смысле Превзошли Может быть 25% Может быть До третьей Числа Пришедших Но 15-20% Считается Это То число Та доля Которая Не вызывает Заметных Протестов Здесь еще Что важно Есть наблюдатели Или нет Это чрезвычайно важно Понимаете Поэтому скажем Если Есть наблюдатели Как правило Это в городах Там Размер фальсификации Меньше Значительно меньше А если Это сельская местность Куда Наблюдателям Не добраться Там Может составлять Буквально 70-80% Пытается Таким образом Набрать Но поскольку Власть ощущает Что она Уже Сама Вышла На пределы Может быть Даже Превзошла Превысила То Я думаю Что всячески Будет пропагандироваться Идея электронного Голосования Где Наблюдатели Бессмысленны И бесполезны Кстати Что касается Наблюдателей Кажется Та же самая Екатерина Михайловна Шумова Рассказывала О том Что когда Наблюдатели Выезжали На участки В Кавказской Республике Которые Как известно Голосуют С результатом Близким К 100% В поддержке Властных Кандидатов То там Результаты Оказывались В среднем Как в России Ну они были Несколько выше Но действительно Значительно уменьшались Это Продемонстрировать Первого Наблюдения За выборами Президентскими Марта 2018 Года Да Это правда Что касается Протестов И протестных Настроений Как будет ситуация Развиваться Всем же очень Интересно Вот хочу с вами Поделиться Мнением Моего хорошего Товарища Секретаря Федерального Совета Партии Дела Алексея Лапушкина Он только что Закончил Такую массированную Избирательную Кампанию От партии Дела Много ездил По регионам И он Сказал о том Что вот Если представить Россию Таким большим Куском стекла То протесты Будут напоминать И будут распространяться Как такая Сеть мелких Трещин По всей поверхности Но это кстати В отличие От распространенного Мнения О том Что источником Основным Источником Протеста Будут городские Агломерации Но вот он Все таки На основании Объезда Территорий Некоторые Из которых Как он сказал Напоминает Территорию Социального Ада Люди Получают По 3000 Рублей Дохода На человека Ну вот Этот Треск стекла Он будет Именно Повсеместным И усилится Он По мнению Лапушкина Когда К протестам Присоединятся Мужики Категории 40 плюс То есть Вот я от многих Слышал Что если Контингент Выйдет Он вроде как Не даст Особость И себя Мутузить И не будет Спокойно Смотреть Как винтят И мутузят Женщины И мальчишек Ну вот Это Метафора Метафора Лапушкина Стекла Которые Покрывают Все эти трещины Мне кажется Очень интересной Возможно Такие будут Я не знаю Хотя традиционно Протесты Все-таки Тяготиют Городским Агломерациям Это могут быть Крупные города Где основу протеста Вставляет Средний класс Точнее Новые русские Бедные Они принадлежали К среднему классу И сейчас Это новые русские Бедные Это средние города Особенно там Где градообразующие Предприятия Закрывающиеся Или где Людей Насильственно В отпуск Или будут Переводить На четырехдневную Рабочую неделю Естественно С сокращением Заработные палаты Я не думаю Что Несмотря на Прямо В смысле слова Социальный ад Такие протесты Будут Сельской местности Или по крайней мере Они не будут известны Или они будут Носить Знаете Протестуют как Это в форме Хулиганства Массового пьянства И девиантного поведения Вот это вот Одна К сожалению Одна из излюбленных Форм русского протеста Что касается Мужиков Социологические Наблюдения За московскими Протестами Показали Что на самом деле Доля молодых Людей В возрасте До 25 лет В этих протестах Не превышала 30% То есть Возраст Да Ну по крайней мере Удельный вес Старших возрастов Он растет Но вопрос Не в том Как у возраста Будут люди Хотя я думаю Что Если 35 плюс Если будет больше То это очень важно Потому что Это возраст С одной стороны Социальной зрелости И здравого смысла А с другой стороны Еще и физической силы Понимаете Темперамента Вопрос в поведении Людей Вот как Они себя будут вести Причем У меня ощущение Что хворост вырос Настолько Высох Прошу прощения Настолько Что достаточно Малейшие искры Вот кстати Что мы в Бурятии Наблюдаем Посмотрите Началось С ерунды Началось Да Арестовали Двух человек Сопровождающих Этого шамана И там Начинает развиваться Почти уже Постоянный протест Уже на митинг Приходит 2000 человек Мы смотрим Как настроенные люди Там вот как раз Крепко Крепко сбитые Мужчины А мы Бурятия Довольно Темпераментны Там у них Есть неформальный И формальный Лидер Мархаев Человек Вызывающий Я его лично Не имею чести Знать Но вот так Заочно Он вызывает Уважение Вот вам пример Того Как может развиваться Протест Они там Освистали Главу Республики Заставили его Уйти Правда Отдаю должное Этот глава Вышел еще На митинг Я себе Не могу Представить Сергея Семеновича Собянинова Выходящего На протест На митинг В Москве Я с трудом Да И вообще Это редкое Достоинство Способность Губернатора Еще выйти к людям Они кстати Разучились Говорить с людьми Вот в 90-е годы Ситуация в стране Была хуже Чем сейчас Все равно Но тогдашние Губер Они могли выйти Они имели дело С очень тяжелыми Аудиториями Разъяренными И с шахтерами И с рабочими Но они как-то Вот Могли справляться Нынешние Скорее всего Уже не смогут Психологически Они не подготовлены Пусть их даже И танками Обкатывают Во время учебы Но обкатать танкам Это не то Что смотреть в глаза Разъяренным Мужчинам И особенно Женщинам У которых Не доедают дети Помните Как протестующим После пожара В Зимней Вишне Вышел Забыл фамилию Чиновника Сначала Он Вышел Так Немножечко Подав Нижнюю губу Вперед А потом В итоге Стоял на коленях Перед этими людьми В прошлом году Посетил там Кстати Иолгинский Дацан Самый крупный Буддистский монастырь На территории России Вот И перед поездкой туда Вот на этой Центральной площади Где такая Памятник Такая большая Голова Ленину Самая большая Самая большая Голова Ленина В мире Местные Называют Этот памятник Башка Вот Грубовато Но точно Я попытался Значит Разменять Тысячи рублей Понимая Что в монастыре Надо будет Давать Какие-то деньги В киоске На центральной Прощади города Вот Продавщица На меня Посмотрела Как на Несмышленых На безумцы Да Когда я улетал Там на Отлете Было такое Объявление От администрации Что все Кто не заплатил За горячую воду Очень тяжело Очень скромные Люди там живут Но люди Такие хорошие Гостеприимные Очень тепло Принимали Допекли Действительно Валерий Так Вот Вопреки тому Что у нас Часто цитирует Пушкина Русский бунт Бессмысленный И беспощадный Бунт в России Очень неосмысленный У нас люди Терпят до последнего Они рациональны И они начинают Приходить Неистовство Когда уже Нет сил терпеть А над ними Откровенно Издеваются Им просто Плюют в глаза Говорят Ну это же Божья роса Ну что Да у вас еще Денежки там Водятся какие-то Ну у вас Сейчас из имени Гробовые Гробовые Да Какие же Гробовые О чем говорить Ну что Валерий Будем считать Что мы Как и планировали Пыль после выборов Улеглась Мы так Спокойно Подвели Их итоги Предлагаю Тогда перейти К следующему вопросу Ваша статья Как и была Обещана Она была Публикована Ваших социальных аккаунтах Пацан сказал Пацан сделал Александр Как и было обещано Как и было предсказано Погоды стоят предсказаны Было много перепостов В том числе Статью перепостили На Авроре Она там вызвала Такой значительный резонанс Можно вас попросить Может быть кто-то не читал Расскажите Они В двух словах А потом Я вас хотел попросить Тезис Отдельный Поподробнее обсудить С учетом Реакции на них На Авроре Хорошо Идея Была очень простая Это кстати Первая заметка Будет еще По крайней мере Две Возможно Три Идея в том Состояла Чтобы предложить Позиции Для обсуждения Некую стратегию Стратегия Начинается С формулировки целей Естественно Я исходил Из того Что эти цели Должны быть Общепонятны То есть Понятны всем А не только оппозиционерам А не только людям Участвующим в политике Что общепонятны И второе Они должны быть Общеразделяемы То есть Надо найти Такие цели Сформулировать Которые бы Объединяли Все граждане России Вне зависимости От возраста Пола Идеологических Вглядов Политических Симпатий Психотипа И вот Задался таким вопросом Эти цели Сформулировать И обнаружил Не без удивления Что они лежат На поверхности Я сформулировал Семь таких целей Их может быть Наверное Чуть-чуть больше Но с психологической Точкой зрения Вы знаете Что когда что-то Формулируешь Должно быть Не меньше трех Но не больше семи Семь психологически Комфортных числов Да Совершенно верно Может быть шесть И предложил Для обсуждения И могу вам сказать Так что Во всех перепостах Во всей критике И суждениях Комментариях Которые я видел В общем По большому счету Никто не говорил Что эти цели Неуместны Никто не говорил Что они неправильны И никто не говорил Что обществу Они не близки Вот по крайней мере Этого я не увидел Ну Тогда если можно К первому пункту Перейдем Я буду зачитывать На память не заучил Пока еще Александр Пока Тезис Лозунг номер один Ни в одной стране мира Не будут терпеть Правительство При котором В стране Экономические кризисы Снижаются Доходы людей Правительство В отставку Ну к этому Могу только добавить Цитату От члена Совета Федерации Того самого Мархаева Который сказал Что если В пенсионном фонде Нет денег Меняет не пенсионный возраст А правительство Очень хорошая формировка Полностью разделяю Вот Даже на Авроре Этот пункт Ну естественно Не вызвал Мне никаких Контурсуждений Я тогда от себя Ржавые две копейки Добавлю И спрошу Вы знаете о чем Вот Правительством конечно Все не доволен Но есть один человек Который парадоксальным образом Доволен Его зовут Владимир Фамилия его Путин Он президент Российской Федерации И он очень не любит Нести кадровые потери Валерий А что должно произойти Чтобы он Вот он действительно Взял и отправил Правительство в отставку Можете предположить Ну он не отправит Правительство в отставку Он очень доволен Правительством Он очень доволен Медведевом Доволен Ну может быть Не менеджерскими Качественными Медведевом Сколько его Абсолютной Лояльностью Это очень важно Для президента Это главный критерий И этим правительством Довольны люди Которые входят В ближайшее окружение Путина Так называемые Путинские олигархи Поскольку Это правительство Состоит из их агентов И они с помощью Этого правительства Могут реализовать Свои планы По Росту своего Скромного благосостояния Все идет успешно Поэтому Единственный Способ Или случаи Когда Путин Задумается Об отставке Правительства Будет стать в том Что когда начнутся Массовые Общенациональные Волнения Массовые Общенациональные Подчеркну И он может попытаться Их разрядить Отправил В отставку Кабинет Но Без этого Он не будет Его отправлять Его этот кабинет Полностью Всецело устраивает Он им доволен Он доволен Ну то есть Этот ход У него в запасе Да На случай Обостряние Внутри Политической Ситуации Зная Немного И представляя Психотип Президента Вы же Знаете Что он никогда Не идет Под давлением На какие-то шаги На шаги Которые можно было Высчесть Уступками То есть Теоретически Этот ход В запасе Ну практически Я не очень Представляю При каких условиях Он бы его реализовал Я вам хотя Их назвал Но я думаю Что он бы Счел это Непростительной Слабостью Для себя Понимаете Я подчеркну Он доволен Этим правительством ДОВОЛЕН Со своей Он говорит Что лучшего Главы Центробанка У меня не было Что все прекрасно Все министры С которыми Он встречается Да и вообще Не только министры Чиновники Губернаторы Они начинают С того что Говорят Вадим Иванович Вы гений Вы гений И под вашим Руководством Все идет хорошо А скоро будут идти Еще лучше У Люкаев Ему разве Такое не говорил Говорил Но у Люкаева Была другая проблема У Люкаева Кстати был очень близок К Владимиру Владимировичу Что У Люкаева Обнесли То есть Сфабриковали Отчасти сфабриковали Скомпилировали Прослушки Прослушки Его телефон Не телефонных Даже переговоров А его разговоров Под хмельком С рядом Личности И с помощью Этой компиляции Его представили Как человека Нелояльного Абсолютно Нелояльного Владимира Владимировича А он может Простить что угодно Некомпетентность Он простить может Вот как допустим Он прощал Абсолютную Некомпетентность Неэффективность Губернатору Питера Полтавченко Сейчас правда Такую же По компетентности Но он Чего не может простить Так это Нелояльность Вот за это И пострадал Люкаев Переходим Пункт 2 Ни один из Избирателей Не давал Действующему Парламенту Картбланш На пенсионную Реформу Роспуск ГД Михаил Хазин Отреагировал На это Таким образом Хорошее дело Но будут сопротивляться Действительно же Будут сопротивляться Будут сопротивляться Будут сопротивляться Будут заставлять Что делать Как говорится В фильме Антибумера Россию спасут Любовь и массовые Расстрелы Ну мы без расстрела Обойдемся Ну массовым давлением Причем мне кажется Что даже Системная оппозиция Я уверен Что Конечно Я уверен Что коммунисты Готовы Пострадать Ради правого дела Готовы У меня в этом Нет сомнений На всякий случай Друзья Валю Дмитриевич Шутит Ну так вот Они не готовы Пострадать Ради правого дела Нет Александр Вы не верите В то Что коммунисты Готовы Пострадать Ну так же В тяжелые времена Спасают Только чувство юмора По-другому Особенно черного юмора Третий пункт Немедленная отмена Пенсионной реформы Ну только Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин Тут и обсуждать Ничего Все ясно И кстати Обратить внимание Что пенсионная реформа Никакого экономического эффекта Не дала И дать не могла И Процитированный вами Ранее Сенатор Мархаев Был абсолютно прав Надо Менять правительство И руководство Пенсионного фонда А не повышать возраст Переходим К пунктам Которые вызвали критику И полемику Пункт 4 Отказ от милитаристской Внешней политики Помогать надо Родной земле И своему народу А не заморским диктаторам Значит Михаил Хазин На это отреагировал Следующим образом Я цитирую Простите А кому мы помогаем Знак вопроса Асаду Знак вопроса Так это Простите Тренировка нашей армии И повышение статуса страны И далее По мнению МЛХ Значит Мы Больше урон Несем от того Что в кавычках Помогаем МВФ А не развиваем Свою экономику То есть наши враги МВФ И те кто его поддерживают То есть Реулина Силуанов Навальный И Ходорковский Не понял За что Навальному И Ходорковскому Прилетело И удивительное Удивительное умение Исказить Совершенно очевидные вещи Переврать их Да Ну что МВФ Мы никак не помогаем Но МВФ Нам честно говоря Наплевать Идеи Этого Консенсуса Вашингтонского Они давно Находятся в прошлом Россия проводит В этом смысле Абсолютно Самостоятельную политику Совсем нелиберальную Политику Она проводит Совсем нелиберальную Сирии И Венесуэле Мы даем Колоссальные Безвозвратные кредиты Там гибнут Наши военные А вот все эти деньги Которые Как знаете Просто в прорву Туда падают Они могли бы Потрачены На Нижний Тагил На Псков На Воронеж На то Чтобы Помочь нашему Здравоохранению Образованию Защищать То что Этой армии Которую Тренер Что защищать Нищающее население Это же просто Издевательство Над здравым смыслом Но Я понимаю Господина Хазина Дело в том Что Он Получил От администрации Президента Указания Вот этот тезис Который предложил Особенно тезис О отставке Противства Продвигать Там есть люди Играющие И это очень Хороший способ Да Он под видом Критики На самом деле Эти тезисы Продвигают В левой среде То есть Вы же знаете Что Нет плохого Пиара Его просто Не существует Это прекрасный Способ привлечения Внимания Друзья Наверное Вот центральное Место нашей Программы Пункт 5 Поговорим О нем Чуть более подробно Звучит он так Немедленное Прекращение Политических Репрессий Освобождение Репрессированных Отказ государства От вмешательства В личную жизнь В том числе И в цифровом Варианте Михаил Леонидович Отреагировал так Кавычки Открываются Ой Вот только не надо Я хорошо помню Аналогичные Лозунги Восьмидесятых К чему они привели Это чистая Демагогия Нам нужна Новая экономическая Политика А для этого Нужно избавиться От либеральной Монополии В идеологии Вместо этого Профессор Предлагает нам Либеральную идеологию Еще усилить Валерий Вот я Каким-то боком Отношу себя К патриотической Оппозиции И это Патриотическая Оппозиция Переживает Сейчас Нелегкие времена Потому что Концепт Который государство Предложило обществу В четырнадцатом году А именно Вставание с колен Империя В обмен на Благосостояние Этот концепт Потерпел Ну если не полный Крах То по крайней мере Частичный Ну то есть Империи Как выводится Обманули Что хорошо видно На примере Донбасса А вот с благосостоянием Не обманули Его действительно Изъяли И вот Ну вот В патриотической Среде Погоняло Либерал Оно используется По любому поводу Причем В негативно Таком Эмоционально Окрашенном Варианте Объясните Пожалуйста Вот особенно Может быть даже Для авроровской Аудитории Там есть много Мыслящих людей Что такое Либерал В современном Российском Политическом Контексте Ну вообще В современном Политическом языке Есть два термина Кстати Что в России Что в Европе Который используется Для негативизации В уничижительном смысле В Европе Обычно Используют термин Фашист Или националист Вы называете Человека Националистом И все Это значит Вы на него Ставите клеймо В России Патриотическая Среди термина Либерал Причем К либерализму То что приписывают Либералам Вообще Никакого отношения Никогда не имел Либерализм Это очень простая В своей основе Идеология Это идеология Защиты Неотъемлемых Человеческих прав Человеческого Достоинства Это идеология Защиты Собственности Собственность Священная Либералы Это говорят И третье Это приоритет Принципа права Что в этом дурного И что из этого В России реализовано Где вы здесь Видите победу Либеральной идеологии Здесь совершенно Какая-то Чингисхановщина Никто вам Собственность Не гарантирует У вас ее могут Отобрать Вне зависимости Даже от размера Машего состояния Неважно Вы мелкий Или средний Предприниматель Крупный предприниматель Или олигарх Вот Братцы Магомедов Были олигархами И что И Акалви Самый удачливый Американский инвестор И что Но мне Кто здесь Не гарантирует Никаких прав Собственности Что здесь От либерализма Говорить О верховенстве Закона Верховенстве Закона Прошу прощения Где вы Видели это Тот Кто бывал В российском суде Узнает Что Где-нибудь Приближаться Страшно А не то Что Участвовать В судебном процессе Защита Прав Свобод Человека Где вы Это Видели А уж Говорить о том Что СССР Распался С того Что освободили Несколько Десятков Политзаключенных Это значит Ненавидеть И не уважать Собственную Страну Ну неужели Сверхдержава Могла Распасться От того Что несколько Десятков Человек Вышли на Свободу Академик Сахаров Из Горького Вернулся В Москву Это же издевательство Над здравым СМС Поэтому У меня очень сильное Печатление Что Хазин Намеренно Дискредитирует Любые Патриотические Идеи Вот намеренно Обратите Внимание Он пытается Представить Комплекс Иди Каким-то Идиотизмом Посмотрите Ну Я вот Например У меня Иллюзия Начинает Упираться Они в стенку Подошли Ну да У меня Знаете От чего Взрывается Мозг Когда По крайней мере Экономический Блок Правительства Называют Либералами Я как-то Знаете Я как-то Даже Сверился Как говорит Андрей Петрович Девятов С дуропедии Прочитал Про Адама Смита И про Либерализм Я не могу Назвать Либеральными Бюджетные Правила Не могу Назвать Ничего там Либерального Нет Если люди Люди В правительстве Либералы Может быть Но где-то Очень глубоко Внутри Потому что Глубоко В душе Может быть Глубоко В душе Они либералы Но Мы же Их В душу Не влазим Мы с вами Не у рентгена Сидим Не у наоскопа Который Антон Вайна Хотел Пустить В дело Да Мы по делам Судим По делам Их Узнаете По плодам Их По практикам Говоря языком Социологии У них Антилиберальные Практики Это совершенно Дирижистские Злые Это Атийские Антилиберальные Феодальные Да И плюс Пренебрежение Уничижительное Отношение К обществу Так это Характерно Для всех Кто во власти Внеизвестность От того В погонах Ты В недавно Снятых Погонах Или ты Просто Человек Которого Считает Якобы Называют Либералом Какие у нас Либералы Имеет влияние Чубайс Никакого влияния Не имеет Он ужасно боится Что его арестуют Его правда Не арестуют Это связано С историей Его личных Взаимоотношений С Путиным Его конечно Никто пальцем Не тронет Но у него Нет никакого Влияния Но несмотря На это Решается Выступать Как на Московском Недавно Он выступал На Московском Финансовом Форуме Я могу сказать Что если Чубайс Выступил И кто там Еще у нас Выступил Гриф Разумеется Это означает Что ситуация Носит Какой-то Предельный Характер Предельный Характер То есть Вот это Силовое Лобби Которое Руководит Сей политикой Оно Задает Силовое Лобби Приоритеты Политики Задает Экономической Политики Это силовое Лобби Определило Аккумуляцию Денежных Средств Вот эту Жесткую Кредитно-финансовую Политику Изъятие Денег У населения Исключительно Это Приоритеты Определяются Силовым Лобби Здесь Экономический Блок Правительства Он всего лишь Исполнитель Центробанка Экономический Блок Правительства Исполнитель Давайте Зафиксируем Так называемые Либерали В правительстве Несамостоятельны Они никогда Не были Самостоятельны За исключением 90-х годов И то Не все время Следующий Тезис Распространенный В патриотических Кругах Несистемные Либералы Мутят народ Используя Народное Недовольство С тем Чтобы свалить Либералов Во власти Где мы Это видим Это что Системные Либералы Заставляли Московский Власт Не допускать Кандидатов Не регистрировать Где здесь Либералы Вы видели Причем Здесь Либералы Ну нельзя Живот Смотреть И не Видеть Очевидно Вот какая Это странная Слепота По поводу Московского Финансового Форума Буквально Коротко Потому что Друзья К сожалению До конца Программы Осталось Совсем Немного Времени Хотел вас Попросить Прокомментировать Все таки Заявление И Греф И Чубайса Греф Сказал о том Что Нам надо Реформировать Систему управления Критическим Образом Сокращать Чиновничий Аппарат Милиционеров Соответственно Оставшимся Увеличив Зарплату Эстафету По управлению Подхватил Анатолий Борисович Он сказал Что в сущности Очень простая вещь У управления Есть педаль газа В этот момент Он сказал Что это экономика И первый Вице-премьер Правительства Ну формально Отвечает Силуанов Да Формально Ключевое слово Формально А педаль тормоза Это силовые структуры И несмотря на Как он считает Блестящую Бюджетную политику Практически Нулевой госдолг Низкую инфляцию Вот Обе педали Нажаты До хруста А экономика Никуда не едет Но папа Естественно Поэтому автомобиль Экономики Национальный Никуда не движется Знаете Я согласен С этими оценками Но естественно Они подвели Главному Но не могли Его произнести Они дали понять Что в рамках Этой политической системы Этого политического режима Никаких позитивных Изменений В экономике Не будет Никаких Они невозможны И Греф и Чубайс Насколько это возможно Для высокопоставленных Госячиновников А не госчиновники Произнесли это внятно Это означает Что ситуация В стране Экономической Доведена до предела Вспомним Набиулину Которая сказала Что хорошо бы Повысить цену Отсещения Бюджетным правилам До 45 долларов Почему все это делается Чтобы вы поняли Дело не в том Что конечно Силовики И по крайней мере Президент Они находятся В каком-то коконе Они идиоты Нет Они ожидают Глобального кризиса Значит Есть консенсус Прогноз Не у нас На западе В Соединенных Штатах Что в течение 15 месяцев Этот кризис Разразится Но то что там Будет кризис Высока вероятность Или обязательно Разразится Здесь не может быть Неизбежности В такого сорта вещах Не существует Неизбежности Но если там Этот кризис Обернется Сильной простудой Инфлюенцией То для нас Это Фактически Близкое К смерти Состояние Они на этот случай Деньги запасают Все довольно просто Объясняется Для экономики Это смерть Вы как бизнесмен Это знаете Денег нет На самом деле В экономике Денег нет А те у кого Они есть Они не решаются Их показывать Использовать Инвестировать Коэффициент монетизации У нас 40% В отличие от стран Которые действительно Показывают Хороший показатель Экономического роста Там коэффициент монетизации От 140% До 300% Доходит по-моему В Китае Друзья Мы не успели Часть повестки Обсудить С Валерием Дмитриевичем Просим у вас прощения Темы которые мы затронули Они того заслуживали Как всегда Надеемся На ваше заинтересованное Участие в обсуждении Вопросов О которых мы сегодня говорили Мы вас благодарим Что были с нами И прощаемся До следующего выпуска Спасибо Продолжение следует